Будем тестировать помпу для охлаждения деталей при 3d печати. Помпа куплена на Алиэкспресс. Заявленные характеристики рабочее напряжение 12 вольт 1,5 ампера 15 литров в минуту. Подача предполагается через силиконовый шланг и иглу сечением 18G. Игла куплена в ветеринарном магазине. Нужно проверить реальное потребление, минимальное напряжение, на котором оно стартует и поток, разумеется, максимальный. Выяснить насколько мощный, а также какой какой шум он создает. В помещении сейчас 40 дБ. Измерять будем в метре от помпы и в полуметре, на всякий случай, в разных местах. Итак, начинаем подавать напряжение. Верхнее значение напряжения, нижнее потребляемый ток. Оно начало вращаться уже. Внутри видно, что вращается. И даже есть поток. Небольшой поток. Пропустил момент. Все. На 1,3 вольта она уже начинает вращаться с маленьким-маленьким потоком, но сильно пуссирующим. Попробую показать. Стабильный поток на 2,7 вольта без пульсаций. Легенький. Помпу практически не слышно. Шипение воздуха больше слышно, чем помп. На половине. Ну тут через поверхность передается хорошо. Вот рядышком. Рядом с ней 65 дБ. Где-то в полуметре 50. 50 в метре 47. Если убрать резонирующую поверхность. В полуметре 48 в метре 44. Ну тут делает свой вклад в шипение воздуха само. Потребление соответственно 0,7 ампера на 6 вольтах. То есть 4 ватта. 4-5 ватт. Паспортные 12 вольт. Потребление 1,2 ампера. То есть получается 2,4 то есть 12 ватт. Так 12 умножить еще и на пульсочка 2. 2,4 добавить надо 12. То есть 14 ватт. Рядом с ней 72 дБ в полуметре 56 в метре. Извиняюсь, рядом 57, а в метре 55. Вашу разницы нет. Так, поток теперь. Посмотрим каков поток. Поток чувствуется на расстоянии... Я даже не знаю где он заканчивает сейчас. Вот у нас тут есть сантиметры как раз. В 25 сантиметрах я чувствую поток от этой иголки. Если вот так вот делать, то видно что он прогибает ладонь, кожу ладоней. Поток очень мощный. На пальцах прогибает даже. Да. Избыточное даже охлаждение. Если такое подавать, я даже не знаю что можно охладить. Вот. Можно вывести его еще в более мощный режим. Скажем на 14 вольт. Многие подкручивают свои 12 вольтовые блоки питания. Тогда у нас... По громкости стало на децибел больше. Поток ощущается в 40 сантиметрах от иглы. Тут конечно мощнейший поток. ни один вентилятор столько даже улитка не создает. Чувствуется. При этом концентрация гигантская. Вот. Попробуем сейчас приподнять его с резонирующей поверхности. Нет, он сам по себе довольно громкий конечно. Но нагрева нет. Эта часть не греется. Если уменьшить скажем до режима. в котором можно это использовать обычно. Я думаю что вольт 6-7. Ну приположим так. Поток остается довольно сильным. И чувствуется на расстоянии 20 сантиметров точно. А то и больше. Даже 25 сантиметров. Чувствую 30 сантиметров. Чувствуется. Еще на ладони поток. Нагрева нет. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха. Ха-ха. Попробую соткнуть отверстие на полной мощности. Ну это возможно, но тяжело нет, все равно протекает, вот здесь вот воздух выходит. Попробуем посмотреть, насколько оно воду продавливает, мощность полная, о боже мой. Я думаю, что если я там подведу и вот, оно до дна продавливает, на таком расстоянии. Вот, сейчас было понимание, и все выплеснется. Так, невозможно, все, до дна, тут сантиметров, наверное, сантиметра 3 воды, теперь на половине мощности, 6 вольт. Да, пробивает до дна на 6 вольтах, 3 вольта, четверть мощности, даже меньше на самом деле. По мощности, общее у нас 14, а сейчас у нас получается 1,2, то есть во много раз меньше. Вот, и я вижу продавливание примерно полтора сантиметра, а если ряда подвести 2. А вот, и я вижу, пожалуйста. Вот, и я вижу, что у меня нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...